В общем-то, всех приветствую, друзья! С вами, как обычно, я, Айсдример, он же Юкис, и сегодня у нас речь пойдет о таком вот прекрасном персонаже, как Хершер оф Ризен, она же Хорни, она же Трони, она же, в общем-то, Лоли Пипега на мотоцикле, ну или, как я ее иногда называю, когда у меня горит жопа, Плоскодонка. В общем-то, начинаем, как обычно, с вами, с обозрения, обозревания экиппов, которые на нее ставятся. Сразу говорю, вот это то, что вам нужно, скажем так, в этой жизни и то, к чему нужно стремиться, то есть это, по факту, Трони с родными пушками, с анками в фуловом исполнении, сразу говорю, и прошу вас изначально не пугаться, данные, скажем так, стигмы выковываются непосредственно из пирисов. Сейчас, подождите, я до листа, вот они, в общем-то, пири, пири тоже, в общем-то, выковываются, выковываются они из Нахиме, либо же просто из Кристаллика. Выковываются, опять же, как бы, эти стигмы в следующей вкладке, то есть заходите в Форж, в общем-то, вот вам стигмы третьего порядка в виде Анок, выковываются за следующие они, ресурсы достаются и берутся, пирисы выковываются и берутся, да, слишком много слов выковываются, но я ничего не могу поделать, как бы ситуация обстоит именно так. То есть достаются эти стигмы при помощи вот этих вот камешков, ну и если у вас вдруг какого-то хрена есть Нахимы, которые вы, например, офрейтом вытянули, то, в принципе, можете выковывать Анок и непосредственно пирисов из Нахимы. Но, опять же, я рекомендую выковывать именно что за вот эти вот камешки, просто потому что в действительности, как бы, посидел, посчитал, это намного выгоднее, нежели чем крафтить стигмы первого порядка, потом выходить на стигму второго и потом уже третьего. Лучше сразу накопить камешков на стигмы второго порядка и из них уже делать непосредственно Анок. Ну, думаю, как бы, здесь мы с вами разобрались. Дальше. Типа Вельты. Типа Вельты это сигнатурный сет на Троню, но он не является, что ни на есть, самым наилучшим и самым прекраснейшим. Вот так вот уже получилось, что в гачи Драчильне, где непосредственно роль играют гачи и прочее вот это все кручение, и гачи Шмот вдруг победили в типе стигмы, которые можно выковывать. Вау, коммунизм, как говорится, восторжествовал и все возрадовались, то есть, сейчас подождите, я тут немного в глаза долблюсь, сейчас я найду, я вам покажу. Те, кто не знает, как выглядит Вельты, выглядят они следующим образом, Вельт Янг Ти, Вельт Янг М и Вельт Янг Би. То есть, как бы, это родной сигнатурный сет Хершера, по факту он не особо прям как-то сильно уступает Анкам, но все же уступает, поэтому он идет у нас вторым в порядке, ну, можно сказать, убывания или возрастания эффективности. Далее, типа пири, ну, про пири, как бы, я уже говорил, то, что это стигмы второго порядка на данный момент выковываемые непосредственно в кузнице. Опять же, для тех, кто в танке, как бы, я повторяюсь, как они выглядят и пролистывая опять, долбясь в глаза, очередной, скажем так, цветец. Сейчас, подождите, я постараюсь их опять же найти. Нет, здесь же четвертый стигмы, по-первых, блин, неудобно немного, скажем так, сделано. Ну, да ладно, тут Юкис тоже в никакой степени виноват, что немного невнимательно. То есть, как бы, этот сет у меня был, и опять же, как бы, чисто такая аллегорическая отступка. Раньше этот сет был, скажем так, только only gacha, это была сигнатурка Argent Knight, естественно, как бы, она у меня была фуловой, потому что АКА у меня вайфу и все дела. Поэтому, как бы, выглядит он следующим образом, дает вот эти, вот, скажем так, статы. Опять же, как бы, дает вот такие вот статы. То есть, здесь все зависит именно от стаков. То есть, здесь нужно настакать 60 раз, то есть, по противнику ударить, чтобы все вот эти вот забафы включились. То есть, по факту, для трони это не имеет какого-то особого, скажем так, усложнения на поле боя. То есть, трони довольно неплохо набивает комбо-счетчик, но, опять же, здесь нужно уже быть умелым игроком и не попадать под станы, бафы. Точнее, дебафы противника, когда он вас там, например, связывает. И, в общем, вы меня поняли, чтобы вы постоянно долбили по противнику и держали комбо-счетчик. Вот, что подразумевает данный сет стигм. Ну, и непосредственно, как бы, здесь уже вот эта вот вся тема, она все же больше, как бы, заточена под Арджент Кнайта. Просто потому, что Айскел, насколько я знаю, Ледяной Зов, как я перевожу у себя в своем гугл-головном переводчике. Это непосредственно способка Арджент Кнайта, которая, ну, в общем-то, вот эта вот сосулька гигантская с шариком. Это и есть Айскел, так называемый. Ну, она восстанавливает ему по 300 хп. То есть, это, с одной стороны, приятно. С другой стороны, то, что ластового на троне не будет. Это вам не сильно, скажем так, как-то испортит нагиб и прочее. Просто потому, что троне сама по себе сидя задницей на своем мотоцикле и хилится. Поэтому, в общем, ну, эта стигма нужна. Единственное, зачем вам, опять же, для того, чтобы скрафтить бот Анки, естественно. Естественно, для того, чтобы получить, в общем-то, вот этот сет-бонус из трипл-стигм. То есть, как-то так. Ну, думаю, более-менее я вам рассказал про самые, что есть, ну, более-менее головные сеты. То есть, опять же, запомните, это непосредственно Анки, это типа Вельты, это типа Пири. Дальше. Скоты, это больше заточено под намечков непосредственно. Просто потому, что они выковываются довольно просто. Они достаются, ну, буквально за один день можно их нафармить спокойно в фулл исполнении. И непосредственно, наверное, у людей возникнет вопрос. А по какой причине, я не упоминаю, даже вскользь, какие-либо пушки на данного Хершера. Вот могу, наверное, единственное, что сказать, что может подойти Хершеру более-менее как-то с точки зрения просто силы атаки. Это брипришные вот эти вот пукали, но сразу говорю, просто бриариус, как говорится, непришный. Он полная, скажем так, гуана на данную Валькирию. Единственное, что на данную Валькирию заходит, ну, естественно, в классике жанр гача игр, угадайте, что? Правильно. Это ее сигнатурная пушка. Запомните, то же самое, что Исхов, если у вас нету на данную Вальку ее родных пушек, то есть ключей, это по факту минус сразу 60-70% эффективности данной Валькирии. То есть, как бы, это очень-очень-очень важная составляющая трони, что, скажем так, в обычном исполнении, что в причном исполнении, вам везде понадобятся эти ключи. Поэтому я сюда не стал вставлять никакие другие пушки для того, чтобы людей не дезинформировать, как говорится, если у вас нету этих пушек, считайте, что у вас почти что нету трони. Конечно, встроенные проценты на данном Хершере, они тоже довольно-таки большие, но, опять же, повторюсь, пушка эта играет довольно огромное значение просто за счет того, что вносит само по себе колоссальные, в общем-то, цифры урона по противнику. То есть, как бы, на стандартной версии, ладно, давайте я, опять же, открою, как бы, зайду в коллекцию, открою вкладку коллекции, хотел сказать, зайдем в хэви и посмотрим, да, нужен ключ разума, в общем-то, ну, или познание, ну, или изучение. Я уже точно не помню, как Reason переводится с английского, ну, да ладно, ну, насрать. То есть, как бы, здесь с активацией этой пушки очень-очень-очень много процентов айс дамаги идет. То есть, за короткое количество времени, за короткий промежуток времени, за тик, если кратко выражаться, противника вливаются, ну, по факту, очень большие цифры дамага. Плюс это еще у нас, в общем-то, в некой степени нам ресторят из фишки. То есть, вы понимаете, Key of Reason, непосредственно так же, как и пришная версия Domation of Reason, они мастхевны необходимы под данную вальку. Поэтому, еще раз говорю, пытаться найти ей какую-то альтернативу в плане пушек бесполезно, в этой игре ее нету. Поэтому, если у вас будет данное чудо, если вы захотите на нем дамажить, обязательно достаньте хотя бы пушки. А о стигмах тут более-менее можно, ну, в общем-то, повариативить, то есть, как-то так. Дальше, может быть, как варик, самый последний пресет, который мне пришел на ум, это пресет под сливание непосредственно боссов. Это у нас топ джингвея, дает он нам 31% тотал дамаги. Дальше, это у нас, как ни удивительно, мид, в общем-то, Дирака, просто потому что ультимейт и буст атаки наносят 26% больше тотал дамаги. А данную вальку, лично я в своей классификации, в своем, скажем так, головном террористе, причисляю к валькам ульт-типа. То есть, по факту, у нее идет основной урон именно с ее чардж-атак в ульте и непосредственно с самой ее ульты. И, не знаю, конечно, скорее всего, нет то, что не будет работать Дирак на ее, скажем так, чардж-атаке. Но, опять же, хотя бы с ульты, когда вы будете подпрыгивать и будете ударяться, скажем так, от противника, эта вся фигня у вас будет срабатывать и хоть какой-то урон благодаря этому вы будете вносить. Далее можно, конечно же, на мид, если у вас будет по какой-либо причине свободная бичка впихнуть, если у вас не будет каких-нибудь таманок и прочего выше упомянутого мною на троню, вот эту вот стигму. То есть, как бы, она будет давать вам не столь прям какие-то супер забафы, но все равно хоть что-то давать вам добудет. Ну и последнюю стигму, как бы, я хотел бы упомянуть, это Шекспир-бот. Он дает, в общем-то, айс-дэмэдж, но у меня его, поскольку нету, поэтому я вам, опять же, где буду показывать его правильно в коллекциях. И именно, что в коллекциях стигмат. Выглядит он следующим образом. То есть, вот он Шекспир-бот. Вот так вот он выглядит на фулл прокачке. Дает 51% айс-дэмэджа. Ну, я думаю, вы меня поняли, что это вполне себе хороший и играбельный вариант. Опять же, устанавливается он в нагиб варианте, как бот, в общем-то, на мемку, где это маленькое ушастное существо. Ну, ладно, не маленькое, но все равно няшное. Ну, в общем-то, ставится сюда топ-кота, ставятся сюда мид-бички, в общем-то, про которые я вам только что сказал. И ставится сюда бот Шекспира. И при помощи, ну, как бы, нехитрых манипуляций это все дело начинает разбивать морду. Ну, опять же, при помощи топ-кота. Я не знаю, работает ли код на троне, просто потому что данную, скажем так, маленькую пипегу я заполучил в свои лапки буквально недавно. Очень сильно радовался. Как раз таки у меня был стрим по этому всему делу, когда я докручивал эквип на Хофф. Мне нихрена, опять же, пистолеты не выпали. Собрало, конечно, фулл сетстигн, но без пистолетов, как я и говорил, что Хофф, что Хершеров Ризен, что ход, та же самая, они не особо-то как-то сильно играбельны. Если ход там еще ни шатка, ни валка, может, с Макштормом-тире с Тайфуном бегать, то вот здесь вот как бы вместе с Хофф и Хор обстоит все намного в этом плане грустнее. Поэтому, в общем-то, как-то так. Ну, то есть, как бы, опять же, Юкис совершил некую такую аллегорическую отступку во время гайда. Да, хочется Юкисом пообщаться. То есть, пробегаясь снова вперед и возвращая вас в курс дела, а именно, что в курс трони, пройдемся снова непосредственно анки топ. Типа вельты, если они у вас по какой-либо причине насобирались, вы можете заюзывать. Неплохой сет, но, опять же, не такой ультимативный, как анки. Дальше, типа пири тоже можете юзать, если вы, например, находитесь на пути к тем же самым анкам. И, как говорится, если вы являетесь новичком, если у вас есть ключи, можете юзать в таком вот исполнении. Точно не разочаруетесь. Конечно, некоторые люди, некоторые индивиды могут мне сказать, Юкис, а почему ты не упоминаешь такой интересный сет, как этот, в общем-то, Распутин? А я просто вам скажу, Распутин, он не дает каких-то сверх топовых забафов. То есть, он по факту вам не дает, ну, по факту, да, слишком много слов по факту, от слова, что совсем ничего. Блин, еще найти бы, короче, Распутина. Ну, блин, не знаю даже. Наверное, скорее всего, будет даже проще зайти через Фордж. То есть, чтобы новички, опять же, понимали, про что я говорю. Вот он, вот так он выглядит, стоит за белые коры. Распутин, он не дает что-то прямо такое сверхъестественное. То есть, по факту, да, конечно, 20% max HP in battle, там, indifferent damage reduction, это вообще помойные, скажем так, скиллы. Базовые атаки комбо дают, в общем-то, 450% ice damage каждые, в общем-то, 3,5 секунды и кэдэшатся, в общем-то, каждые 8 секунд. Но я вам так скажу, сами по себе эти стигмы, может быть, по отдельности какая-нибудь из этих стигм, она может зарешать. Но, опять же, народ, спускать белые коры вначале вот на вот эту вот помойку я вам настоятельно не рекомендую, просто потому что, ну, как бы, вы за вот это вот все дело, влитое, не получите того выхлопа, который можете получить от тех же самых, мною вышеупомянутых скотов, то есть скоты, за счет, опять же, своего сет-бонуса. То есть, как бы, они вам дают просто 12% total damage, и, опять же, как бы, комбо и charge attack будут давать вам 18% ice damage в течение 6 секунд. То есть, намного лучше, чем 5-звездочные эти распутины, поэтому забейте вы, как говорится, болт на распутинах и мозги себе не парьте. Ну, и последнее, как бы, мы бэк-акварик, который я как раз-таки проговаривал, сюда заюзывается, если идете на одного босса. В общем-то, топ джингвея, мид непосредственно терака, либо мид бички, ну, и бот какого-нибудь Шекспира, ну, или, на крайняк, я забыл упомянуть про бот ньютона. Бот ньютона тоже на данной вальке может как-то более-менее играться, если у вас ничего нету, поэтому можете, в общем-то, иметь это у себя в виду и в своих файлах, как-то так. Ну, а теперь мы переходим к изучению, точнее, рассмотрению команд на данную валькирию, как бы, к данной валькирии. Непосредственно, как бы, команда сразу же, мною первая, показываться вам будет самая, что у нее есть, хорошая, топовая и играбельная даже на хайтирах. То есть, выглядит она следующим образом. Это Азур Империя либо в своем фуллсете, либо, как у меня, с Авагадора, либо непосредственно с Зигфридом, либо непосредственно для более-менее начинающих, у тех, у кого нету фуллсета какого-нибудь, например, с мидом Терезы Ориджем, просто потому, что он позволяет кдшить пушки. Опять же, гайд по АЕ у меня есть, поэтому, если что, можете потом по адванс гайдам, по плейлисту пошелестить, там я все про Азур Империю рассказываю, показываю и, в общем-то, как бы, информирую вас. Далее, здесь у нас есть такой небольшой нюансик, сразу говорю в бодоносителе, то есть, если вы собрали стандартного бодоносителя, а именно два Шенктона и бот Ньютона, или же вы собрали мажорного бодоносителя, именно топ-бот Тургенева и мид Авагадры, то, как бы, это тоже будет хорошо играться. Но, вот, именно касательно сета фулл шишканов могу сказать следующее. Нужен этот сет просто для того, что, как бы, шишканы сами по себе в исполнении Х3 дают на 3 секунды дополнительную, в общем-то, возможность повисеть области. Вот это вот синенькое, в которое противнику начинает наноситься повышенный элементал дэмэдж, то есть, как бы, 30% дополнительного элема, плюс еще 10% прикрученного элема, когда ты находишься в области вот этого вот, скажем так, светящейся голубенькой хреновине, кругляшке, вместе с противником непосредственно. То есть, если ты находишься в области, а противник вышел, то это работать не будет, если ты вышел, противник находится, то тоже работать не будет. То есть, вы должны всегда находиться вместе с противником в этом вот кругляшке, в этой вот такой вот маленькой аренке. Вот это вот и есть, скажем так, особенность данного сета и стигм. И он, как раз-таки, на троне более-менее прекрасно, особенно в Мемориал-арене какой-нибудь реализуется раньше. Этот сет был очень, скажем так, метовским до появления Тургеневых, поэтому по поводу вот этого вот могу сказать, если хотите без Тургенева как-то более-менее нормальные цифры дэмэджа набивать, постарайтесь себе заиметь Джин Шэнг на фулл сете, просто потому что, как бы, поскольку, опять же, она катается там на мотоцикле, и чарджа, чарджа, она приклеивается к противнику, ну, более-менее как-то приклеится, присасывается, то вы всегда находитесь в области этих шишканов, и у вас получается набить, в отличие от Ньютона, который действует совершенно все, набивать, точнее, в отличие от того же самого Ньютона, который действует всего лишь на все 5 секунд, на и более повышенные дамаги. То есть, ну, думаю, более-менее здесь все понятно. Ну, непосредственно, как бы, троне у меня выступают в анках, вместе со своим родным ключом, как бы, это все понятно, я про это, как бы, выше рассказал. То есть, ну, в общем, давайте я вам покажу, как это все дело отыгрывается и делается. Дело делается, забавно. Ну, все здесь как обычно, как я всегда рассказываю в своих гайдах, то есть, если у противников много, вы даете смешку, то есть, стяжку противников, затем набиваете ульту, даете 3 черненьких, далее у вас вылезает, в общем-то, непосредственно Лилька, задает вот такую вот пипегу, дальше вылезает троне, активит первым делом вот именно что свою пушку, сразу видите, очень много дамага вылетает с этой пушки после этого, вам следует, как бы, если не хотите спускать ульту на обычных мобов, просто, как бы, ушатать их чардж-атаками, то есть, как бы, вот эти вот чардж-атаки, то есть, вы побили, 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 набили вот эту вот нижнюю полосочку, и непосредственно зажимаете чардж, и она начинает вот таким вот выстрелами с ракетницы по противнику вшатывать, то есть, как-то так. Ну, давайте я вам непосредственно покажу ротацию против самого босса, то есть, вы стараетесь набить себе ульту, сдать как раз-таки 3 черненьких круглюшочка в конце для того, чтобы забафать себе элем, то есть, сдаете ульту, После этого сдаёте, в общем-то, три чёрненьких кругляшочка После этого на какой-нибудь литке вылетаете, типа замораживаете Жмёте вот эту вот тему, то есть активацию пушек и жмёте ульту Тронема у нас вот таким вот образом выскакивает И, в общем-то, начинает вот так вот противника насиловать и чарджить То есть вы поняли, то что вот эта вот аура Блу Феникса Которая, кстати говоря, по какой-то причине у меня тут как-то странно не появляется Может быть она как бы исчезла уже, я не заметил, потому что я слишком много тут болтаю, сижу Ну, то есть вы меня поняли, за счёт того-то, что троня вот таким вот образом тут катается И по факту босс остаётся в этой области Она может довольно неплохие дамаги наруливать Ну вот я опять же как бы как лох полный не отжал тут свою вот эту вот фиговину Ну и типа мне остаётся только вот так вот сделать, типа ливнуть Для тех, опять же, кто в танке, могу повторить, конечно, этот заход Но опять же, как бы, я думаю, что в принципе и так всё понятно Опять же, на литке вы можете не подпрыгивать То есть давайте, ладно, я ещё раз на второй раз повторю Грубо говоря, переротацию на данном боссе, на данном левеле То есть, опять же, много противников вы даёте смешку Даёте, скажем так, три чёрненьких кругляшочка Например, даёте ульту для того, чтобы поскорее их ушатать После этого вы можете даже не подпрыгивая Сразу высвечиться на троню под все вот эти вот забафы Стоя вот в этой вот области, про которую я вам как раз таки рассказал Видите вот эту вот область? Во всём главное находиться со своими противниками вместе с собой в этой области То есть вот так вот она вот исчезает То есть чем больше, как бы, вы находитесь в этой области И чем больше противнику дамажите, тем больше урона нанесли То есть здесь всё понятно Далее, здесь, как я и говорил Старайтесь на боссе, чем быстрее, тем лучше на Зур Империи Набить себе ульту Ковыряется она, кстати говоря, как я понял лично для себя Намного быстрее даже с смешкой Нежели чем полностью беленькими кругляшочками Поэтому старайтесь всегда использовать комбинированно То есть белые кругляшочки и смешку Ну вот здесь вот я немного через жопу сдаю Ладно, давайте вот таким вот образом сдам всю эту вот фигню Дальше сдаётся БД После этого сдаётся активка пушки После этого сдаётся ульта Ну и дальше вы меня, думаю, поняли То есть, как бы, находясь, как бы, в области вот этой вот всей хреновины Хреновины синий Выпрыгивая в неё Мы, в общем-то, как бы, ушатываем нашего противника И противнику становится очень больно То есть, ну, как бы, всем всё понятно Все-всё уяснили Все-всё приняли и поняли Дальше Какую тиму ещё можно заюзывать вместе с троней Например, вместо БД-носителя Если у вас есть фулл сет тургеневых То есть, как бы, у меня, поскольку есть только одна стигма и одна пушка Можно использовать, ну, как бы, хаксарюгу Хаксарюга, она, Михоя, непосредственно подразумевалась Как персональный, в общем-то, саппорт по все крео-тимы Ледяные тимы, в общем-то, в Ханкае Поэтому, ну, её используют на Арджент Кнайте Поэтому её используют на Хершер Офф Ризани И сразу говорю, когда вы, например, в её фулл анг Ну, какой фулангах? Фулл тургеневых берёте, в общем-то, к себе в тиму Вместе с Азур Империей, вместе с Троней Говорю сразу, ставьте её на лидерку Просто потому, что она даёт тиме, в общем-то, наносить на 30%, ну, по крайней мере, на дабл эйсе Больше, то, ну, как бы, айс дэмэджа, да Извиняюсь за такие вот затупы Просто, как бы, сижу тут, вчитываюсь Чтобы вас, опять же, не обманывать Поэтому, как-то, так Ну, если у вас она 1Сная И нету, скажем так, тургеневых Но хочется вместе с ней побегать То ставите уже Троню в лидерку Оно тоже команде даёт, в общем-то, на 24% больше total damage И непосредственно, если у вас в команде там находится Ещё какая-нибудь там броня Сели, оленьевые Им прикручивается ещё дополнительно 21% total damage мультиплеер То есть, как бы, очень довольно жирный забав Поэтому, в некой степени, даже если у вас, наверное, будет дабл эс вот этого пега Лучше всё-таки ставить Троню в лидерку Просто потому, что у неё забав здесь довольно-таки жирный Дальше, говоря про Хершера Вообще, не Хершера, а Хаксорбани Хершеров Лизен, Хаксорбани Всё на H, поэтому это типа Да, X немного расклеился Ну, то есть, смотрите Здесь, если у вас нету В общем-то, того, что я перечислил выше А именно фулсета тургеневых Вместе с родными пекалями Ну, я и буду пекалями, потому что это петухи Скажем так, ПП В общем, можете использовать конфеты То есть глутони Можете использовать мои бичпати Просто потому, что сама по себе вот эта отвалька из кромана вносит дамаг И можете использовать ньютон Если у вас такого удовольствия нету Самым элементарным будет собрать себе глутони И мид бот музыкантов Просто потому, что музыканты сами по себе Дают на команду ещё дополнительный total damage А total damage лишним не бывает Ну, я думаю, вы как бы уяснили И всё поняли и приняли То есть даже, ну, наверное, можно вот таким вот образом сделать Чтобы более-менее приближённым к народу быть Зачем-то я её ремувнул, да В общем-то, добавляем её обратно Как бы Что ей можно поставить в плане Скажем так, этих всех приколюшек-пушек Если у вас нету родных Скажем так, петушков Можете поставить ей всё, что хотите Всё, что сердцу угодно Всё, что у вас есть Просто потому, что как бы Вот это вот дело Оно, конечно, очень полезно Но, опять же, как говорится На нет и суда нет А все остальные пушки На ней будут не особо хорошо как-то котироваться Просто потому, что, опять же, это гачья игра И Махоев все затачивают сугубо Под определённых валик И сугубо под определённые команды Опять же, есть такая вот Небольшая мета в Мемориал Арене Для того, чтобы быстрее, например, какую-нибудь Травму набивать Или просто дамага больше вносить в босса Это ставить вот на эту вот пипегу Скажем так, ключи от Трони Для того, чтобы просто при помощи активации этих ключей Она вносила свои дамаги Но это, опять же, как бы Чисто для задрот-страток Притянуто за уши Да и, как бы Зачем вам вешать ключи на эту штуку Непосредственно Если у вас, как бы, сам дамагер нуждается В этих ключах Поэтому, как бы, кек Ну, то есть, как бы Давайте я заюзаю её непосредственно в лидерке Чтобы посмотрели, как это всё дело отыгрывается И поняли для себя Стоит ли вам такую команду применять Или нет То есть, высветившись на поле боя Сдаёте чардж первым делом Для того, чтобы Просто, как бы Эта штука у вас сидела в кармане И периодически вот этими роботами Набивала себе плоску с ультой И дальше всё Вы до ульты её можете полностью, как бы На неё забить и не использовать Периодически она у вас тут будет Выктеешиваться То есть, засвечиваться И, да, вот так вот Как бы, вы вот так вот её прожимаете Ну и непосредственно смотрите В чём прикол На Азур Империи вы сдаёте, в общем-то Ульту От самой АЕшки То есть, как бы, не забывая Сдать ещё три чёрненьких Вот этих вот штучки Дальше задаёте вот эту вот хреновину Ну и дальше вы меня поняли Под две ульты От Азур Империи И вот от этой вот мелкой пипеги Вы, в общем-то Стараетесь, как бы, сдать ещё и ульту От Трони То есть, я здесь немного всё Рукожопом сделал Но, думаю, общая суть понятна Самое главное, как бы Полностью во все ульты уложиться И у вас будет Очень-очень-очень много дамага То есть, как бы, опять же, повторяюсь Для того, чтобы заактивировать эту вальку Чтобы она постоянно у вас активировалась Из кармана Вам достаточно просто один раз Сдать в начале боя чардж И дальше она у вас будет Сама по себе Скажем так, сидеть И творить вот эту вот всю Иже с ним сопряжённую хреновину Ну, да ладно То есть, ладно Подождите, подождите Давайте сначала убью тех боншей Которые были в начале И уже непосредственно на лесе Придемонстрирую, как нужно Действовать более скомпилированно Без ошибок И более-менее Чтобы было понятно людям С объяснением, опять же То есть, вот так вот В начале боя просто сдали Затем на Азур Империи Если много противников Как я и говорил Высвечились Дальше высвечились на Троне Сдали какие-нибудь, например, свои Киа Фризен Или Дамейшен Офризен Дальше набили, в общем-то, на ульту Потом снова на Азур Империи Побили, побили, побили В общем-то Сделали вот таким вот образом Типа сдали Три чёрненьких кругляшечки Потом снова на Хершер Офризене Можно, в общем-то, вылезти Вот так вот поворачиваться Поуклоняться Ну и как бы Попытаться Ушатать этих противников То есть, я думаю Вы меня поняли Дальше, в принципе Здесь можно Заюзать ульту Заюзать вот эти Чёрные кругляшечки Заюзать ульту Непосредственно От Хаксарюги И заюзать ульту От Хорни Ну и всё вот это вот дело Просто как бы В лёд в момент Тут как бы, видите Разлетается Подыхает Как бы под всеми Вот этими вот забафами Опять же Вы от Глута не хватаете Конфеты У вас тоже Идут дополнительные забафы На урон Всем всё Как говорится Понятно Всем всё весело И всем всё хорошо Как-то так Ну то есть, я думаю Вы меня поняли Ну и последняя, наверное Тема Которую Можно было бы Как-то предложить Объяснению Как бы И рассмотрению Это тема Более-менее Приближённая К Минус 80 лвелам Там может даже Минус 70 лвелам Это непосредственно Через Хаксарюгу И это без Азур Империи Непосредственно Через Какого-нибудь Феникса Осталось только К Фениксам идти Хе-хе Задача, конечно Для Иксов Которые пытаются Одновременно Объяснять Укладывать И компилировать Мысли в своей голове И при этом Вспоминая Всякие различные Нюансы И это Не особо весело Ну да ладно То есть, опять же Для Феникса Можно использовать Следующую сборку Либо псевдо Азур Либо непосредственно Как бы Сет родной От Азур Империи Ну поскольку В общем-то У нас Уже сама Хорни И заюзывает Абсолютно Аналогичный Сет Они друг с другом Стакаться Не будут Поэтому Вообще не Хорни А Ксарюга Да Хорни Это вот эта штука То Постарайтесь Как бы себе Нолтать Хотя бы Маргрейлов Опять же Маргрейлов Будут в продаже В 5.1 Поэтому 100% Рекомендую Всем новичкам И всем тем Кто собирается Сдерживаться В Ханкае Именно что Купить данный Батлпасс И купить себе Хотя бы Топ и бот Маргрейлов Потом Доковыряйте себе Либо Торезу Ориджин Либо Как я уже и говорил Зигфрида На мид Либо Если у вас есть Авагадро И его мажор Типа меня Г То можете сюда Авагадро запихнуть И вам будет В общем-то Счастье То есть Выглядит Все дело Будет следующим образом Ну Вы делаете так Чтобы она Из кармана Популивала И помогала В общем-то Троне Дальше В этой вот Скажем так Пипеге Главное самое То ворота То есть Дождаться Когда противник Вас ударит Именно тяжелым Как я называю Это ударом Чтобы совершить Ультимативный Уворот Вот таким вот Образом Сдать два раза Свою ульту Влететь В общем-то На троне Сдать свои Пушки Ну и начинать В общем-то Заниматься Всем вот этим Беспределом Опять же Можете сдавать Ульту От Хаксарюги То есть Тем самым Помогая себе Как-то Жить Ну и Периодически Обновлять Баф От всей Вот этой вот Шебурхи То есть Вот так вот Накопили Например на ульт Снова вылезли На фене Дождались Пока противник Вас снова Как бы Ударит Тяжелым Скажем так Ударом Тяжелой атакой Таким вот образом Снова жмете Ульта Ульта Активируете В общем-то Снова КТЕ от троне Дальше активируете Уже саму ульту Ну и Под все вот эти вот Забафы Сожжав конфету Вы начинаете Творить Скажем так Грязь с противником И уничтожать его Конечно Эффективность данной тимы Оставляет желать лучшего По крайней мере С моими боссами С моими хп И прочим Мы же с ним связаны С сопряженным Но опять же Как я и говорил Самая топовая у нас Это Азур Империя Самая топовая у нас Это непосредственно Как бы Либо водоноситель Либо вот это вот Пипега Поэтому как бы Просто запомните Опять же Притягивая Зайцы за уши Натягивая сову Но глобус Я конечно же могу Сказать про Такого элементального Саппорта Как вульфа Вульфа у нас Заюзываться будет В амундусах И кстати говоря И кстати говоря Чуть не забыл Вот эту вот штуку Поскольку она у нас В некой степени Является пассивной В команде Ее тоже можно Заюзывать в амундусах Но опять же Если вы возьмете Два сета амундуса К себе В тиму Они у вас не стакнутся По своей эффективности А нужны они всего лишь Навсего Из-за своего Сет бонуса А именно Они будут давать вам Если фульных Будете заюзывать Опять же Найти ему 10% фаер Лайтнинг И айс дэмэджа Ну то есть Вы меня поняли Это некий такой Дешевый Саппорт Сет Стигм Который можно Заюзывать на Каком нибудь Пассивном В общем то Саппорте Который либо сидит В кармане Как в общем то Вот эта вот Маленькая Ушастая пипега Либо Непосредственно На какую нибудь Вульфу Про которую я уже Упомянул Недавно Только что То есть Вот он мне Этот сет Висит Абсолютно Как бы Насрать что Будет находиться У вас здесь На пушке Просто потому что Эта хрень нужна вам Просто для того Чтобы она у нас Сидела в кармане Это знаете Такой саппорт Для ленивых То есть Вы ей никак Абсолютно не играете Она вас просто Пассивно Забафывает Всем вот этим Вот делом Даже в принципе Сейчас покажу Именно каким То есть у нее Есть пассивный скил Который открывается Опять же подчеркиваю С Double S То есть Не думайте Что вот Вы заимели Например Вульфу И она у вас Будет сразу работать Более-менее Чтобы было понятно Тем кто пришел Из Геншина Говорю вам Double S В этой игре Это как будто Некие такие Консты То есть Прокачиваете Свою вальку До Double S Выфармливали на нее Фрагменты И заполучаете Себе ее В Double S И в общем-то Начинаете Как бы Хоть как-то себе И своей команде Сопортить При помощи Вот этого вот Чудо-инженерно-хентайной мысли Думаю Здесь все понятно Опять же Настоятельно вам Не Именно что Противительный союз Как говорится Не рекомендую В общем-то Использовать И прокачивать И мейнить Данную валькирию В самом-самом Начале игры Просто по причине Того То что Самым главным Для вас Как для новичков Поскольку у вас есть Новичковый баннер Будет Выбить Либо Хот Будет Самым главным Для вас Выбить Непосредственно Саму Зур Империю Сейчас опять Юкис такая лошарная Пипега потеряла Зур Империю Извин Сейчас бы ее конечно Найти еще Ну то есть Как бы я думаю Вы меня поняли По уже самому Названию Зур Империя Я тут ее не могу найти Просто потому что Опять же как бы Линейка рулетка Немножко Не так валик Переставил Юкис уже потерялся Успел Ладно давайте я отсюда Выйду нахрен Зайду вот через сюда И у меня здесь будет Как говорится Зур Империя Вот она Ну то есть Вот эту вот штуку Вам в обязательном порядке Нужно будет наутать Опять же как бы Можете на ней Заюзывать следующие пресеты Именно Либо Нойз Либо Ролтон Либо Дошек Либо Лайтнинг Либо Файр Либо Хейм Римстар Фулл сет на Хейм Далетеля Римстара То есть как бы Как я и говорил Этот саппорт Она Вэри ультимативная Она абсолютно Под все команды Элементальных дамагеров Подходит Поэтому просто запомните И вбейте себе в голову Если нету у вас Азур Империи Значит у вас в плане Нанесения дамага По Ну как бы Противникам Которые убиваются Целем дамага Все крайне хреново И все крайне печально То есть думаю Более-менее По тимам И по всему Иже с ним связанному Сопряженному Мы пробежались Как бы Про трони Я вам поведал Разъяснил Что да как И что к чему То есть Валька само по себе Не является какой-то Сверх сложный Единственное что Иногда бывает Может вас бесить Это Иногда какие-то Непрожатые атаки И прочее Но такая уж Валька Считайте что Это некий Такой у нас Русский Механический Скажем так Машин автомат Даже не автомат А как раз таки Механика На которую нужно Ручку постоянно На передачах дергать Иногда бывает Нужно будет На ней Как бы такая Своеобразная игровая тема Притормозить Чуть-чуть на секундочку И только потом В общем-то Зажимать чардж Чтобы пострелять С этих ракетниц То есть в некой степени Вот такие вот тонкости Чтобы по фасту Урон из нее выдает То есть как бы Иногда бывает Такая тема Что Вот например Вы отультились И хотите пострелять Но она у вас Вместо того чтобы пострелять Просто бьет 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 То есть вам нужно На секундочку остановиться Зажать только чардж И вот только тогда Она у вас начнет стрелять То есть вот Какая вот такая вот Маленькая Нюансивная особенность Данной вот Валькирии А так в принципе Думаю Опять же Я вам все Разъяснил по полочкам Разложил более-менее Данная валька Напоминаю Является валькой ульт типа То есть самое главное В этой вальке Это чуть-чуть пострелять С ее чардж А так в обычной форме Войти в Хершер форму Через непосредственно ульту И уже как бы Катаясь на мотоцикле Разматывать противнику В общем-то Его кабинет Под максимальный забав От Азура Империи От Хаксорюги Либо же от Бодоносителя То есть здесь я думаю Все понятно Ну а поскольку Все выше мной Перечисленные Скажем так Темы были полностью Вам рассказаны И закрыты Юкисы полностью Более-менее Для вас прояснили Картины данного Хершера Прощаются с вами В общем-то Всем спасибо За просмотр Как говорится Надеюсь я у вас Не сильно достал Своей витиеватой речью В некой степени Перемешанной с автологией Да пребудет с вами Сила льдов и снегов Опять же Как бы Пусть у вас все будет айс Крутите Как говорится Стандарт баннер Чтобы вытянуть Вот эту вот няшную пипегу Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok